Как на Житомирщине борются с незаконной добычей янтаря и вырубкой леса? Так как мы преодолели бурштин, так как у нас нету незаконных заправок, так как у нас нет игровых автоматов, у нас будет и порядок в лесу. Степ-бай-степ, шаг за шагом мы наведем порядок. Кто убил Марго Бомбаро? Я просто отключаю голову, отключаю незаконную вырубку лесов, строительство дорог. Я просто перехожу в Лондон и расследую убийство Бомбаро, Марго Бомбаро. О качестве новой жизни? Надо брать и делать, строить мосты, строить дороги, строить школы, не просто строить, достраивать. Об аграрной области и веганском мясе? Это голландские инвестора, которые приехали, которые хотят выращивать бобовые. И о том, насколько сильно глава области любит житомирское мороженое. Жизнь главы области часто происходит в дороге. Да, очень часто в дороге, манеровка в Киев, это дорога домой. Семья находится в Киеве, потому жизнь между двух городов фактически. Ну и область у вас такая немаленькая? Область немаленькая. Я скажу, что до самой дальней точки, до которой я еще не доехал, это Копощи. Это на границе с Белоруссией, наверное, километров 200, будет 50. Вот, житомира. Я туда еще не попал, хотя доехал уже. Вот у нас 66 новообразованных громад территориальных. И я недавно посмотрел 60, я уже проехал. Как указ 587 изменил вашу жизнь? Вы знаете, предложение возглавить Житомирскую облгосадминистрацию для меня стало достаточно неожиданным. Потому как я прослужил 23,5 года в органах государственной безопасности. И, честно говоря, я так и планировал дальше служить. Но один телефонный звонок, один вызов на банковую и предложение стать главой Житомирской облгосадминистрации меня так поставил слегка в смущение, в смятение. Вы знаете, я с честью принял это предложение. Знаете, как приятно читать, когда независимые эксперты назвали Житомирскую область область, в которой комфортнее всего вести бизнес. Там была очень интересная история с вашим назначением. Пришли активисты, стали жаловаться президенту. Мол, зачем вы нам, очередного губернатора, не местного? На что президент тогда сказал, что местные-то вас обкрадывали, обборовывали. Было такое? Было такое. Я скажу, что эти активисты потом долго еще приходили ко мне. И, знаете, вот уже 20 месяцев, как я на должности, так вот окунулся. Времени-то прошло уже хо-хо. И первое, что начали разгонять тогда в интернете, что вот поменяли смотрящего за бурштином. И мне настолько было это смешно. У людей не произошла трансформация в голове, что мы пришли что-то менять в этом государстве. И я вас уверяю, что незаконной добычи бурштина в Житомирской области нет. Виталий Бунечко родился в 73-м году в городе Сарны Ровенской области. Окончил Волынский государственный университет, преподаватель права и истории. Окончил Академию службы безопасности Украины и получил диплом юриста. Полковник Бунечко 23 года проработал в органах. Служил в зоне проведения ООС. С августа 2019 года приседатель Житомирской областной государственной администрации. Любит кофе, мороженое и курить в кабинете. Много ходит пешком. Открыт к общению. Где ваш кабинет? Мой кабинет, вот третий этаж, это приемная. А мой кабинет полностью выходит на кинотеатр «Желтый», который я надеюсь, что будет когда-то реконструирован. И я получу более красивый вид с окна. Я позволяю себе выкурить сигарету с чашкой кофе. И это, я говорю, это то место, то единственное место, где я нарушаю закон. Я это признаю, готов понести за это ответственность, но не могу себе отказать в первой утренней чашке кофе с сигаретой. Собачки, смотрю, у вас никто не гоняет. Они все чипированы, здесь все с этим делом. Мяски и голова смотрят, потому что чего же их гонять-то? Они же, видите, мирные. Собак любите? Собак люблю. У меня есть прекрасный мопс, никогда не мог подумать. Но мы полтора года получаем наслаждение от собаки, которая вот у нас появилась по кличке Буня. Прекрасный пес. И очень классно выйти, погулять с ним. Это то, что радует. А вот и хозяйка Ирина. Здравствуйте. 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 Знаете, позиция, что все должны, ну, она, наверное, сразу деструктивная. Это точно движение навстречу друг другу. Точно государство пытается максимально... Я постоянно говорю, не стесняюсь говорить, мы не самая богатая страна. У нас есть ограниченный ресурс. Надо это понимать. У нас сейчас территория оккупирована. У нас очень много денег забирает сейчас пандемия. Но государство в любом случае старается помогать. Ирина, маленький бизнес, маленький, наверное, тяжело выживать, безусловно. Особенно пандемия. Ирина открылась, наверное, перед пандемией непосредственно, да, насколько я помню. Мы от 3 сентября, да. Вот, да. Мы пережили уже три локдауна. Да, три локдауна. Но в то же время невероятное количество критики. Но государство старается. 8 тысяч... Вот мы, в самом деле, мы, как облгосадминистрация, стараемся максимально коммуницировать. Вчера у нас была встреча с ФОПами. Вы сказали очень правильные слова о том, что кто-то жалуется, а кто-то делает. Сколько у вас в Житомирской области переселенцев? Ух, 7 тысяч. У нас переселенцы в 7 тысяч. По мере, опять же, таких возможностей мы выделяем жилье, мы выделяем деньги какие-то. Ирина, как вам помогают? Давайте я вам скажу честно, на самом деле вы сейчас находитесь в социальном предприятии, это необычный бизнес. Данное предприятие – это от людей для людей, от громады переселенцев, которые и хотят демонстрировать то, что мы не являемся никакой обузой, а наоборот. С прибыли данного предприятия мы уже запустили проект «Творчий долоний» для детей и подростков. И проводим уже здесь во втором зале, у нас есть здесь зал нетворкинг, и проводим уже для них мастер-классы, тренинги от кулинарных до хендмейт. И у нас 50% трудоустроенные – это внутренне перемещенные лица. Поддерживают нас и в министерстве нас поддерживают, и в облгосадминистрации нас поддерживают, и МСК РАДА нас поддерживают. Только в городе Житомир – 2200 переселенцев. Из них у нас достаточно, конечно, социального состава. Состава – это люди преклонного возраста, это детки, которыми мы, в принципе, упикываемся. И делаем вот здесь, на территории данной платформы, от переселенцев для громады, также для них делаем определенные встречи, которые, ну, их социально сгуртовываем. Вот это наша основная задача. Сколько выражений были в родном городе? В шесть лет. Ну, передавайте привет. Да. Ну, я не знаю, кто-то у меня там вообще остался? Мне кажется, у меня там уже никого не осталось, все выехали. Конечно, я передаю привет вообще всему Донбассу и Донецку. Безпосередньо, в первую очередь. И хотела бы все-таки украинской мовой сказать, что Украина все-таки наш родный край. Тому и Донбасс с нами в сердце. Виталий, вы любите мороженое? Очень люблю мороженое. Все-таки пытаюсь держать себя в форме, хотя от мороженого не поправляются. Покажите. Это правда. Поэтому я вас приглашаю посмотреть наше предприятие, увидеть, как проходит процесс производства и все о том, что называется мороженое. В данный момент мы находимся в помещении, где стоят ямкостя с разными сложными продуктами. Они проходят процесс удозревания. А самый популярный пломбир, сколько у вас зреет? Сколько зреет пломбир? 6-4 часа, да? Летом, когда мы сейчас заходим в большой сезон, это с мая месяца по середину, конец сентября месяца, здесь люди работают 24 на 6. Это новый робот, который мы приобрели в прошлом году. Это автоматизированный процесс уже у нас в Украине, который производит без человеческого фактора, то есть люди абсолютно только подают УПО в боку и забирают УПО в боку. Все автоматизировано, каждая смесь, каждый торт может производить 16 видов разных сложных продуктов, от лотка, торта до релета. Это очень хороший продукт, итальянское производство. Мы приобрели его осенью. Можно без перчаток, да? Вы как-то специально ручки облучаете? У нас в каждом цеху стоят санитайзеры. Они входят и выходят на сеху, они проходят санитарную обработку. То есть мойка РУ и дезинфекция РУ. Это обязательно условие. Сейчас это важно, тем более. Это обязательно условие. Есть опасность, что перчатка может попасть в продукт, она может попасть в УПО. То есть есть политические места, которые стандарты не разрешают. Сколько сегодня вы окружаете продукцию в день? Сегодня и вообще в целом. В целом за год мы продаем больше 27 тысяч тонн. Если взять зимние месяца, то мы продаем 650 тонн в месяц. А на пике продаем 6 тысяч тонн в месяц. В какие страны поставьте? 26 стран мира, но основные, которые, скажу, это близкие соседи Украины, это страны Балтики, это Польша, Германия, это Чехия, это Молдова, Приднестровье. Мы поставляем на рынок Израиля очень много. Мы поставляем на Ирак, мы поставляем в Америку, даже наше мороженое пошло. Мы сотрудничаем сегодня нашли рынки в Китае, в странах Африки. Ну, работаем, если бы не уже двух, вторая ступень или третья ступень локдауна, не работают выставки, не работают встречи, люди не встречаются, невозможно найти новых партнеров. Я думаю, мы вышли на новый рынок еще. Мы делаем фестиваль мороженого, я надеюсь, что когда локдаун закончится, к нам будут ездить, мы и так максимально стараемся продвигать. И так скажу, что каждая третья пачка мороженого здесь очень приятно. В Украине, да? Это все мороженое производится на одной площадке. Здесь работает 1100 человек в большой сезон на этом предприятии. То есть это люди творят настроение в Украине. Можно? Попробуйте, да. Она гораздо вкуснее. Оно еще не застыло? Да, оно не замерзло. И еще не нарушена некоторая структура мороженого. То есть оно сейчас такое мальчанистное, как оно, как крем. Мы находимся в помещении лаборатории. Это одно из подразделений, одно из отделений, где производят анализы на соответствующие показатели всех норм и правил. Стандарт и стандарт. Девочки, а что есть в жидко-мирском мороженом, кроме жиров, кроме белка? Что еще? Любовь. Любовь. Любовь людей, которые работают в цехах и работают 24 часа в сутки. Это нужно отдать должное, это нужно оценить, потому что кто-то спит, кто-то работает, кто-то в командировке, а люди стоят, фасуют, производят продукты. Поэтому мы создаем хорошее настроение и тепло. Спасибо большое. Спасибо. Витяй, так вообще, что мы где-то на Западной Украине? Мы не на Западной, мы на Центральной Украине. Но в любом случае, мы готовимся к празднику, люди соскучились за теплом. В этом году, к сожалению, весна чуть позже, выставили столики, кофе. Я сам очень люблю прогуляться по Михайловской, выпить здесь кофе. Классно. А если кто-то подойдет из простых людей, то что-то попросят у губернатора? Они подходят и просят. Людей же нет понимания, в чьей компетенции это. Мы не закрываемся за большими дверями, не прячемся за охрану. Послушайте, я же такой же человек, как и все остальные, ничем не отличается. У меня просто должность другая. А в самом деле у меня такие же проблемы, как у всех. У меня так же, знаете, когда подходят и говорят, что там где-то лифт отключили, я спокойно набираю в городском уголе и прошу, что Сергей Иванович, там так и так, потому что я точно не включаю лифты. Житомир, это же такой край гениев. У вас и Королев. Да. Да, и сколько композиторов известных. У нас Сергей Павлович Королев. Вот мы недавно праздновали День космонавтики. Я скажу, что не было бы никакого Илона Маска, если бы не было Сергея Павловича Королева. И это такой образец воли ГУЛАГ после этого космическая ракета. Человек, который прошел, который родился здесь, в Житомире, и запустил нас в космос. То есть он дал, наверное, самое большое развитие в новейшей истории для цивилизации. И наша Лесева Украинка, поэтесса, к сожалению, опять же-таки локдаун не дал возможность нам отпраздновать в полной мере юбилей нашей великой поэтессы. Но у нас будут Леси Ниджерела. Мы всех приглашаем в конце июля. Я верю, что мы отпразднуем 150-летие нашей поэтессы, величайшей поэтессы. Поэтому, ну, действительно, Житомирщина славится своими людьми. И мне очень комфортно находиться на Житомирщине. Житомирщине повезло. Вы на трех больших международных трассах. Все строится? Все строится. И не только большие дороги строятся, строятся региональные дороги. Я когда первый раз пришел к президенту докладывать о 100 днях работы своей, он спросил, сколько ты дороги хочешь построить? Я говорю, вот из того, что мы видим, 94 километра дороги. Он посмотрел, говорит, а ты дороги собираешься 10 лет строить? Мне так не подходит. Подумайте, как вы увеличите. Мы в прошлом году построили на Житомирщине почти 200 километров дорог. Это совершенно другой подход. Это, знаете, вот раньше я когда пришел, это было такое размазывание тонким слоем. И где эти дороги, их не было. Сошли с асфальта. Некоторые сошли с асфальтом. Некоторые артисты до сих пор пробуют с нами судиться за те работы, которые они выполнили. Хотят отсудить у нас 40 миллионов. Но точно правовая оценка наша абсолютная. И мы точно, правда, за нами. Потому эти все, которые ни черта не делали и хотят дальше не делать, и продолжают судиться. Мы одним уже нос утерли, который нам строили амбулаторий. Утрем тем великим дорожникам, которые не строили ничего. И тот асфальт, который посходил вместе со снегом. У нас эти все акты есть. Мы построили почти 200 километров дорог. Совершенно другой подход. Мы строим дороги. Ну, международные, во-первых, М-21. Дорога от Белоруссии до Молдовы, фактически. Уже возле границы с Белоруссией новый кусок лежит. Возле Житомира трасса М-21 15 километров новых уложена. Причем я пришел, сразу наскочил на такую критику, что же вы строите? Деньги, деньги в дорогу, да? Вот первых 15 километров. Вы знаете, все меньше и меньше критики в отношении строительства дорог. В этом году будет построено 250 километров. У нас абсолютное взаимодействие и такая синергия с Украфтодором. У нас прекрасные рабочие отношения с Александром Купаковым. Мы договорились, что они нам помогут построить мост в Житомире. Сейчас мы находимся на развязке, которая строится возле Бердичева. Которая стоит на трассе М-21. Но, еще раз повторяю, не только международные трассы, региональные дороги. Дороги к школам, которые мы также строим. Дороги к амбулаториям, дороги к больницам. Между сел люди должны получать новое качество жизни. И это и есть стратегия большого строительства. Критиковать можно сколько угодно. Надо брать и делать. Строить мосты, строить дороги, строить школы, строить амбулатории, строить детские садики. И самое главное, я об этом говорил с первого дня, не просто строить, достраивать. Мы достроили стадион в Житомире. Он строился с 2008 года. Вот 26 марта мы его открыли. И футбольный клуб Олеси играет на стадионе. Кто-то талипает языком, а мы берем и делаем. Вы делаете новые дороги, но у вас аграрная область. И все эти грузовозы, которые возят зерно. Это идет борьба на государственном уровне. У нас здесь недалеко, вот на трассе М-21 устанавливается новый весовой контроль. На маленьких дорогах это работа, безусловно, УКТрансинспекции. Но если не будет отношения простых людей, для которых мы строим эти дороги, и если они будут смотреть сквозь пальцы на то, что эти зерновозы или у нас же камень добывают, и эти глыбы валят больше по 40 тонн на свои машины. И те дороги, которые мы строим, мы не можем в самом дальнем уголке посмотреть, кто какой непорядочный аграрий загрузил 40 тонн. Но люди-то точно видят и точно понимают, кто убивает их дороги, по которым им потом ездить. Потому, почему они могут собраться все вместе и высказать свое отношение к тем непорядочным перевозчикам. Я думаю, что один раз объяснить перевозчику, что нельзя перегружать машину всем селом, поверьте, это очень больно. В следующий раз никто не позволит себе загрузить больше 20 тонн. С такими красотами Житомирщина – это просто туристический магнит. Это не то, что туристический магнит. Это самый живописный регион нашей Украины. Сейчас мы находимся вот в Коростышеве на карьере, где вот природа распорядилась. Когда-то здесь добывался камень, потом люди ушли, и природа заполнила собой все, наверное. Место для селфи? Ну, наверное, место для селфи. Таких мест, на самом деле, в Житомирской области. Каждые выходные полкива к вам сюда приезжают? Часть Киева ездит к нам в Коростышев, в Коростынь, где прекрасный тоже парк. Часть Киева, кто более смелый, едет в каменное село, которое находится в Олевском районе. Это далековато, но зато там остановилось время. Там это наш полийский стон хедж. Перегрузиться от суеты, от асфальта. Закрыли границы сейчас, и люди начали ездить, просто ездить на природу. Еще бы себя вели корректно. Как такой туризм сделать безопасным? Вот вы сорвали у меня. У нас были противопожарные учения. На прошлой неделе приезжал глава гос. лесагентства. Мы открыли первую локацию, которая в лесу, которая облагорожена с беседками, с противопожарными обязательно средствами. Это в первую очередь безопасно. Потому что люди все равно идут в лес, все равно жарят шашлыки, а потом горим. Потом горим и тушим всем миром, всей страной тушим эти пожары. Поэтому 80 таких локаций будут. Наш начальник управления областного лесного хозяйства пообещал нам за головой его следствия с агентства, что 80 таких локаций будут в лесу. От вас не слышно каких-то громких антикоррупционных заявлений, но в то же время у вас очень успешны кейсы борьбы с вырубкой леса. В чем секрет? Карина, смотрите, говорить так же, как про Бруштин, большой скептицизм был. Я хочу вообще отдать огромное должное лесникам. Главное, что лесник для жителей Житомирщины, для жителей сел Житомирщины, это и зачастую скорая помощь, это зачастую помощь социальная. Потому то, что делают эти люди не только в лесу, а и в отношении жителей. Тоже это лень? Да. Роман, это первый зам главы областного управления, Илья Денисович, это директор непосредственно Коростышевского лесничества, где мы сейчас находимся. Трагедия, с которой мы столкнулись, когда выгорело 40 тысяч гектар, и именно лесники возвращают сейчас все назад. 12 тысяч высажено только за этот год. А в прошлом году, вот мы вместе все садили, и знаете, у меня ваши коллеги, журналисты спрашивают, а вот вы это сделали для пиара. Ну, 8 тысяч деревьев посажено в землю, и вот они прижились, они растут. А, вот маленькие елочки. Пусть все так пиарятся. Это сосна? Да, да, сосна. Здесь и сосна, и дуб есть. Потому мы только за первый квартал увеличили борьбу с незаконными рубками в 6 раз. Увеличили, не допустили вырубки незаконной на 5 миллионов. Потому, наверное, увеличили количество бригад. Где-то появляется информация о том, что незаконные пилорамы отправляются. Мы в абсолютной коммуникации с областным управлением лесагентства, с экологами, с полицией. Сейчас все, все думал, лесовоз едет. Все лесовозы, которые возят дерево, это лесовозы с чипами. Полиция забирает на штрафплощадки, забирает автомобили. Поэтому мы, я не могу сказать, что мы полностью уже это все искоренили, но мы методично ведем борьбу. Так как мы преодолели бурштин, так как у нас нет незаконных заправок, так как у нас нет игровых автоматов, у нас будет и порядок в лесу. Степ-бай-степ, шаг за шагом мы наведем порядок. Сколько лесов в Житомирской области? Сколько гектаров? Миллион двести гектаров, да. Это какая часть области? Треть, треть Житомирщины залезтина. Треть Житомирщины – это леса? По площади лисов. На что хватает свободного времени? На что хватает времени? Да вы знаете, при правильном распределении времени-то хватает. Всегда хочется больше. На чтение любимых книг? Хватает. Это обязательно. Вы знаете, я люблю очень детективы, и даже когда нету сил, я всегда в себя заставляю. Это уже определенная привычка. Во-первых, я когда читаю, я перехожу в ту жизнь. Сейчас я читаю детективы «Корморан и страйки», я сейчас расследую убийство 1974 года. И вот этих 10-15 минут, 20, иногда полчаса, я просто отключаю голову, отключаю незаконную вырубку лесов, строительство дорог. Я просто перехожу в Лондон и расследую убийство Бомборо, Марго Бомборо. Очень люблю Нёсбе, очень люблю скандинавский детектив. Очень жалко, что Стегларсон успел написать всего ничего. Но есть его наследование, как вот ЮНЕСБе, и когда вот только в конце понятно, что и как, этим и цены детективы. На семью хватает, тем более, если бы в разных городах? На семью всегда будет времени недостаточно. Я очень сильно люблю проводить, и все свое свободное время я провожу с семьей, в самом деле. Я очень люблю сидеть с супругой вечером за бокалом вина и разговаривать. У нас очень живые диалоги, споры. Мы очень дополняем друг друга. Как зовут ваша жена? Алёна. Она у меня ресторатор. То есть покушать у вас в семье любят? Да, покушать у нас в семье любят. И мы все свободное время, в самом деле, проводим вместе с детьми. Я очень кайфую от этого. У нас каждое воскресенье мы ездим к родителям на обед. Это уже традиция такая добрая. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Главы других областей тоже ваши друзья? Я не могу сказать друзья. Мы очень хорошие товарищи. Знаете, мы вот как-то с Виталиком Ковалем, это мой сосед из Ровна, который управляет областью, сидели, разговаривали. И мы очень много сделали от того, что мы пришли не с чиновничьего аппарата, и много сделали вопреки. И продолжаем делать вопреки. Мы не совсем стандартные, наверное, бюрократы и чиновники. У меня теплые отношения с Пашей Кириленко, который глава Донецкой ВЦА и его госадминистрации. У нас, знаете, такой клуб глав ОДА. Мы общаемся, мы советуемся, мы поддерживаем друг друга. С вами советуются. Со мной советуются. И я с удовольствием помогаю ребятам, которые приходят. У вас же 22 гектара земель. Это органические предприятия, правильно? Да, organic milk, organic meat – это органическое молоко, мясо. Кроме того, здесь будут выращивать и выращивают органические ягоды. Инвестора приезжают, им интересно. Для нас, для украинского внутреннего рынка, может быть, культура еще не настолько привита и развита органическая. Но Западная Европа уже требует органическую продукцию. Наша основная задача как чиновников – не мешать бизнесу, потому что бизнес точно знает сам, как ему развиваться. А что это за проект с веганским мясом? Это голландские инвестора, которые приехали, которые хотят выращивать бобовые. И это что-то новое, это у нас еще не было. И мы, опять же таки, от облгосадминистрации, от нашего агентства инвестиций, максимальное содействие. Недавно читала о новом инвестиционном проекте, по-моему, полтора миллиона, да, заходит к вам инвестор по бурому углу. Да, опять же, органические удобрения. Органические удобрения будут поставляться в азиатские страны, в Саудовскую Аравию, где есть большая заинтересованность. В Житомирске она вообще достаточно уникальна, здесь только всего есть. Спасибо большое за разговор, было интересно. Спасибо вам, Карина, спасибо. Продолжение следует...